уважаемые зрители гости канала смотрите у нас такая вот вечерняя будет сегодня съемка без показа недвижимости поговорим нашу тему прошедшего так сказать но фактически да вот вот этого года хочется уже его проводить и подытожили быстрее я уверен что вам тоже хочется чтобы он быстрее ушел вот мы как-то просто думали что за год что у нас за год как вот он прошел действительно вот всех говорят хватается за голову он такой катастрофически сложный и вот мы всегда итоги года конечно же еще раз подводим ну и подведем на будущее вот так вот поговорить да вот он уже вот-вот скоро закончится остался полтора месяца мы его проведем даже меньше даже меньше да что вот у нас произошло щетки у нас вот скрипят нам опять будут из комментариях писать щетки опять скрипят дешевые они скрипели в начале года мы их поменяли и они опять скрипят поменяли в апреле когда были в москве да когда мы ездили покупать квартиру ну давайте вот по порядку да вот может быть у кого-то это действительно год был но катастрофически сложные у нас конечно он как у всех тоже не совсем был такой прям самый супер супер да прорывной так назвать ну я бы не сказал да марин что мы как-то простояли на месте просидели без работы чтобы у нас не было каких-то движений в нашей жизни она действительно завод прошедший год тоже помню многое что поменялось и хотелось бы с вами немножко поделиться ну что в этом году произошло у нас но если брать наши планы и цели то мы многое сделали да много того что даже наверно не планировали у нас спонтанное было решение принятия покупки квартиры да вообще об этом не думали да вот как-то сидели и началось все с того что у нас же вроде должен быть материнский капитал куда мы его можем применить вот решили а давай-ка вот подумал может что-то в ипотеку у нас было даже очень много видео мы именно вот тематики куда деть материнский капитал сняли потом у нас было много видео какую же нам квартиру выбрать это все с вашим участием было вы нас поддерживали вы нам давали какие-то идеи это советы мы прислушивались к ним это тоже было очень полезно интересно и считаю вот мы задумались купили квартиру в итоге да и неплохую вот наверное несколько так сказать видео вниз да там вы наверно видели уже результат этой квартиры то есть мы не остановились только просто на покупке она у нас не застряла как-то так вот дает там как слава богу это было сданное жилье только как я рада что это был данный дом чем не жалеем нисколько и вот проживая уже наконец-то тоже в этом году у нас события до произошло следующее что мы въехали в свою квартиру закончили ремонт успешно прошли весь этап сложности ремонта именно в пандемии вот какой был сложность была то есть нам было достаточно сложно не только выбрать какой-то отделочный материал но его и забрать потому что все было перекрыто закрыто и так далее и вот когда мы поехали покупать квартиру уже выбранную в подмосковье да у нас было много вопросов писали не стоит ехать не стоит сейчас покупать в ипотеку квартиру там сыпались какие-то знаете комментарии такие достаточно анти оптимистичные да что вот все будет плохо не берите чем будете платить и короче работы у вас не будет сочи все никому не нужно никто сюда не приедет даже говорили помните если порыться в старых вот этих видео когда во время коронавируса было а в итоге пришла такая ситуация что сочи пришлось закрывать чтобы никто не приехал да 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 еще ну к тому же вот удался сам по себе сезон он действительно был достаточно таким масштабным да то есть и затяжным еще к тому же да то есть мало того что мы наконец-то переехали в долгожданную квартиру мы же еще и в этом году получили документы прописались это тоже было знаковое событие для этого года которую мы ждали порядка трех лет до 4 даже внутри мы ждали наверное да вот еще у нас какие море события но у нас не остановилась стройка о чем я в принципе сам переживался думал но действительно может сложиться такие обстоятельства что ввиду вот этих вот карантинов и так далее действительно не будет народ ехать не будет деньги там еще что-то не будет у нас и встанет наша стройка в молдовке а на сегодняшний момент мы наконец-то вставили окна сделали крышу сейчас вот будем думать уже о документах нету фасаде а потом уже документ а еще у нас интересная была ситуация сложилась с покупкой дома в лазурной долине тоже никто не не предвещал такой покупки то есть мы с нашими друзьями решили вот приобрести дом до выкупить потому что действительно хорошее было предложение которого прям отказаться и поэтому как-то вот вот этот год он тоже был такой для нас значимый он был тяжелый мне кажется в экономическом плане для всех в этом году действительно удивили цены в сочи суну сложнее становится работать конечно в таком диапазоне когда раньше люди приезжали там что-то от двух миллионов там лавины покупали здесь сейчас уже ближе там меньше трех уже не подходи то есть сложнее становится работать конечно опять же у нас в этом году прорыв был еще следующий бизнес да то есть наконец-то мы эдакий себе как сказать стандарт выбрали да то есть тем чем мы раньше и и занимались попутно так сказать показываю на нашем канале ремонты вот решили все-таки взять это в свои руки потому что это было сложное для меня решение в плане того что все-таки надо этим заняться марина тоже была с одной стороны пока пока эту идею не поддерживала тоже понимала что это очень много уйдет времени на то чтобы посвящать этому до бизнес контроль до люди мы через это уже проходили мы как-то на нашем канале рассказывали о том что не хотим никаких вот этих вот бизнесов там открытия магазинов и так далее что это все от людей зависит это бухгалтерия и так далее но здесь она попутно оказалось востребован но в плане того что я понимал ремонт он нужен людям я рекламировал именно людей на которых мог положить николай у нас владимир да вот на канале появлялся но и он его они будут появляться но они не смогли обеспечить вот такой полный объем объем работы обращение очень много людей заявки кидали а ребята работают самостоятельно поэтому пришлось начать вот с сработать дениса который поначалу взялся слишком с большим объемом вот что тут говорить не справился с этим объемом и пришлось мне взять это все в свои руки потому что я уже это колесо так сказать уже запустил потом опять же хорошо что в этом году все-таки переехал мой напарник вот алексей да мой друг с которым вот на которого я и возложил вот так сказать часть вот этих вот часть часть этой работы на которую я теперь могу рассчитывать в плане поддержки но в общем как выясняется когда начинаешь подводить итоги выясняется что куча куча моментов которые мы не планировали они сами по себе сами по себе до получились то есть надо открыть свой план на 2020 год и посмотреть что мы там еще планировали что у нас сбылось что еще не сбылось но в этом году как мы уже я говорил и в трансляции в одном из видео как раз таки в декабре уже переедет моя сестра с мужем муж будет помогать нам с ремонтами то есть нам необходимо было еще один человек на которого я могу положиться которому я могу довериться наконец который наверно не подведет папочку дома виде и действительно немножко даст мне возможности вздохнуть в плане работы потому что я реально ребят не успевают я я не могу тяп-ляп к работе относиться часов в 11 я только ложусь спать не потому что я смотрю телевизор и мне делать нечего да и я скучаю а я занимаюсь монтажом общаюсь с людьми параллельно это все пытаюсь уделить внимание семьей ежедневно выпускаю видео вы не представляете насколько сложно вести два канала сразу одновременно а раньше у нас был один канал то есть это было гораздо легче вот а мы же и в этом же году спасли свой канал до начала года у нас это и был как раз начало неудачно нас прям вот да вот вот что у нас было неудачно вспомнили но мы все-таки исправили ситуацию слава богу как бы вернули свой канал и наших подписчиков которые те кто действительно смотрел они помнят подписались да на второй канал который мы открыли вот этим вторым каналом мы сейчас пользуемся не стали его так сказать терять потому что ну я понял что этот канал для чего-то будет нужен а для чего еще пока не знал то есть много было тем на разные ну чем бы его занять потому что подписчики были их и я вот подписчикам отношусь очень бережно трепетно вот как бы взять и списать канал на нет это какой-то знаете оскорбление среди своих подписчиков они ждали они подписывались они привыкли уже там получать какую-то информацию пренебрегающие как-то кидаешь да поэтому там теперь у нас на канале мастер house выпускаются видео о ремонте и конечно же теперь я немного добавляют так сказать и тематику рабочего дня касающегося именно ремонта да и может быть еще какие-нибудь позиции погодных условий так далее буду добавлять сейчас постараемся немножко формат изменить алексей наконец-то сейчас приедет и мы постараемся уже вдвоем тандеме ввести канал чтобы было но более интересно вот это то что то у нас еще море что мы еще забыли с тобой она может съездить за границу конце концов это тоже выставить и для нас условиях тем более пандемия и мы соскучились по отпуску по путешествию какому-то да кроме вот путешествие так сказать за покупкой квартиру она была интересным поехали потому что именно на машине это было забавно увидеть пустые трассы когда ничего не работало все было закрыто вот и конечно ну в общем море было эмоций интересов и самое главное то что это была хорошая поддержка в лице наших подписчиков мы пошли еще в этом году у нас маша пошла в первый класс тоже сам и слава богу что не у нормальное обучение не дистанционная у нас поэтому это тоже вот знаете как вчера была на родительском собрании и мне одна женщина спрашиваю как что там говорят на собрании дистанционки не будет игра пока тишина ой но это самое страшное что могло быть все остальное можно пережить да да видите каждого свое видение что там было напишите в комментариях может быть так вот так сказать как у вас был прошел год мы там допустим если он более-менее нормально плюсик поставьте да если он совсем был плохой для вас на поставьте минус там примеру да в комментариях просто интересно вашего так сказать точку зрения услышать потому что ну как-то много вот у людей наоборот какого-то негативах до вот этого момента что все плохо у кого-то все-таки год был неплохой по-разному но он был конечно же тяжелый но мы не стояли на месте мы не пустили руки мы двигались и мы осуществляли задуманное да и осуществили то что планировали не планировали поэтому для нас раньше события целое было там я не знаю покупка какой-нибудь там машины не знаю еще что-то да такого там даже что там говорить раньше телефон купишь и ты обсуждаешь это в принципе год низ непростой да но как бы мы много что сделали до продуктивный сейчас мы едем сити плазу завтра вернее уже когда выйдет видео она выйдет для у нас сегодня у нашей машин день рождения поэтому мы едем что-то покупать ей в подарок вот поэтому здесь по пробкам и кружимся правда дождь ведь у нас погода изменилась зима ребят зима чуть теперь по делу вот подписывайтесь на канал ждем ваши комментарии предот как у вас так сказать проходит год действительно ли вы хотите с ним расстаться так чтобы он побыстрее вышел или у вас все вполне нормально все всем пока